Меня зовут Кирилл, я представляю компанию Мировые инновационные технологии. Я являюсь соучредителем данной компании, занимаю должность директора по развитию. Это Дмитрий Дерябин, он технический директор нашей компании, человек с золотой руки, так бы сказал. Занимаемся мы интерактивными технологиями, мультисенсорные решения. Изначально бизнес начинали мы с дистрибьюции оборудования, представили в Украине и в странах СНГ компанию PQ Labs. Дальше у нас были контракты заключенные с Displex. То есть PQ Labs это инфракрасная технология мультисенсорная до 32 касаний. Displex это емкостные пленки. Недавно совсем появился продукт у них на 6 касаний. Ну и как бы этим уже занимаемся год и уже через полгода поняли, что все-таки надо начинать разрабатывать программные решения под данные оборудования. И искали людей, кто бы смог этим заняться. И вот потихоньку начали делать первые шаги в этом направлении. Сейчас у нас уже есть два продукта, которые реализованы на платформе Microsoft. Это Viewer с использованием Surface SDK 2.0. И Viewer это платформа для проведения презентации на мультисенсорных экранах. И также реализовано интерактивное зеркало. Это система для ритейла. Она в себе объединяет подключение к CRM и базе данных складов. Вообще интерес заключается в том, чтобы презентовать себя, показать, чем мы занимаемся, чтобы люди как бы больше знали данные направления. И возможно привлечь программистов, заинтересованных людей, разработчиков данное направление в нашу компанию. Как бы я думаю, что вполне у Украины и у славян есть большие задатки. То есть есть талантливые люди, которые могут реализовывать проекты глобальные. Которые глобальные на весь мир и очень качественные. Да, я думаю тоже нужно привлекать инвестиции, поднимать рынок, IT-рынок управленский, развивать его. Как я вижу, такие технологии, которыми мы занимаемся, это мультисенсорные решения, дополненная реальность Kinect. Те вещи, которые, можно сказать, нового поколения, они как бы предназначены больше и для нового поколения молодежи. То есть это та молодежь, которая сейчас может быть там 14, 15, 16 лет. И в принципе им это все интересно и за счет этого можно как бы поднять новый интерес к компьютерной индустрии, к науке, к инновациям, к ресерчу. То есть мне кажется, что если популяризировать эти вещи, то это может вызвать больше интереса и в общей индустрии. То есть уже как бы заканчивая школы, там тенденция с юридическими направлениями, экономическими, как бы они должны, мне кажется, измениться в сторону научную. Ну, по образованию в данный момент, как бы это в основном мы исследуем рынок, смотрим, что можно внедрять. То есть те технологии по мультитачу достаточно интересны внедрять в образование. Учитывая, что эти решения, они рассчитаны на несколько пользователей, то, соответственно, использовать мультитач-столы в классах позволит им коллективно заниматься изучением каких-то предметов. То есть там группы по 3-4 человека смогут изучать какой-то вопрос намного эффективнее. То есть преподаватели только могут давать направление, в каком учащимся действовать, а уже за счет инструментов, которые в виде данного стола и программных решений позволяют им исследовать заданный вопрос разных сторон. То есть можно находить разные решения. Но здесь еще очень, как бы, большая, много-много еще нужно исследовать. Но, в принципе, если внедрять такие продукты, мне кажется, что они могут повысить интерес и к образованию у самих учащихся, и повысить результаты. Но, как бы, это одна часть, если прошкольная. Ну, коллектив достаточно молодой. Самые старшие программисты у нас это 28 лет ребята. И, ну, я в том числе тоже себя отношу к этому костяку. Несколько ребят по 28 лет, они, как бы, руководят процессом в основном, отвечают за качество продуктов разрабатываемых. Ну, а также несколько молодых студентов и талантливых. Они, как бы, у нас на парт-тайме. То есть мы даем им возможность учиться и не отрываться от процесса обучения, а также строить, начинать свою карьеру в программировании. Ну, я выдал рекомендации людям, которые заинтересованы действительно в программировании, начинать как можно раньше, ну, рвать и пробовать себя в этой отрасли. Ничего не бояться, быть полными энтузиазма и желания получить какие-то новые знания, навыки. Ну, и всегда вот пробовать что-то на практике реализовать, потому что в программировании это очень важно, именно практические навыки. С этим приходит и умение реальных каких-то, создание реальных продуктов. То есть при любой возможности программировать, просто садиться вот и работать.